На ферме Либерти Хилл от коровника до порога 20 шагов малышки Эллы. Она уже седьмое поколение вермонтских фермеров. Ее бабушка Бет – пионер движения Farm to Table. В холодильнике все свое или соседское. Яблочный соус от брата моего мужа. Сливки сделаны на ферме за горой. Мистер Брони наш друг, я знаю их коров. Джем от соседей. Масло наше, мы члены кооператива. Бет Кеннет на ногах с пяти утра. В доме гости. Не то чтобы близкие или родственники. Бет и Бен уже 35 лет приглашают к себе совершенно незнакомых людей. Когда мы начали принимать гостей в 1984 году, это было тяжелое время для молочной промышленности. Цены на молоко пошли вниз. Стало тяжело фермы содержать. Я должна была диверсифицировать доход, чтобы просто выжить как семья. Когда Бет и Бен вырастили сыновей, постояльцам отдали и детские спальни. 135 долларов в ночь. Плюс, по желанию, помощь в хозяйстве. Мне разрешили впалить цветы. Вот видите, декабрист. Такой стоял у меня на подоконнике в детстве. Экскурсия в коровник для приезжих экзотика, для хозяев крик о помощи. Прожить на одном молоке по-прежнему невозможно. Уже четвертый год подряд закупочные цены фермерских кооперативов ниже себестоимости. Каждый день приезжает трак и забирает молоко. Где-то 25 центов за литр. Если я пойду в магазин, то заплачу за него в 4 или в 5 раз больше. Дэвид вернулся к родителям с дипломом биолога из Вермонтского университета и молодой невестой. За время, пока его не было дома, число молочных ферм в штате сократилось на треть. На наших глазах каждый день исчезают фермы. Не было недели, чтобы кто-нибудь из наших друзей не отправил своих коров на торги и не продал бы хозяйство. Но Дэвид не предаст ни одну из 270 своих коров. Крупнорогатые голландской породы Холстин победительницы конкурсов коровьей красоты штата. Он и женился, не отходя от стоила. Я никогда не думала, что буду работать на ферме, но это затягивает. Работа на воздухе с животными, смотреть, как вырастают телята, превращаются в коров, которые дают молоко. Ты поешь этим молоком своих детей. Это по-настоящему наполняет твою жизнь смыслом. Нью-йоркская девушка Аша в восторге от своей новой сельской жизни. Медленно стареющий Вермонт впервые в третьем тысячелетии отмечает прирост молодого населения от 20 до 34. А невестка Кеннетов готова рожать третьего. Значит, пора расширяться. Нам нужно установить новую цистерну для молока. Это держится с 1980-го. И тогда у нас было 34 коровы, а сейчас больше 200. Так что нам нужна емкость побольше. Побольше Кеннетам не помешает. К ужину собирается человек 15. Домашняя ветчина, запеченные бобы, макароны с сыром и обязательная молитва. Бог хранит ферму на Холме Свободы. Благодарим Господа за этот солнечный день, за пищу, за друзей, детей и внуков, за то, что посылает нам хороших гостей и хранит наш дом. Елена Мещерякова, Макс Овлошенко. Специально для настоящего времени из Вермунта.